Фильм «Девятая рота» про его бойцов. Сергей Максимов был командиром первого взвода 345-го гвардейского полка. Афганская история полка начинается с декабря 1979 года. Его перебросили для обеспечения работы аэродрома «Баграм» и охраны технического персонала и грузов из Сверганы. Сергей Максимов попал в Афганистан в 1982 году, прослужил 4 года. Первый орден я получил, я взял учебный центр духов. Там взял списки агентуры Гульбединах и Кматияра. Их потом арестовали в Кабуле всех. За мою голову давали 2 миллиона долларов. Вот первый орден. Второй орден на этой же горе уже я с ними слеснулся. Там арабский батальон был против меня, против 8 человек. Там шли арабы 200 человек. Батальон насчитывал 600 человек. От третьего ордена отказался и получил досрочно воинское звание капитана. После возвращения была Чечня. До пенсии Сергей Максимов служил в Рязанском полку. Уволился в 1994 году. Сейчас воспитывает внуков и пишет книгу воспоминаний, которую планирует издать к 30-летию вывода российских войск из Афганистана. Хасан Шамсиев пришел на площадь Маргелова с сыном, который тоже мечтает стать десантником. Хасан переехал учиться в училище ВДВ из Таджикистана. Судьба распорядилась так, что ему пришлось защищать границы родной республики. Находились на 149-й гвардейцев мотострелковой полк. Защищали границу, защищали, естественно, Таджикистану. Так как я сам рожден в Таджикистане, свою страну. И, естественно, служил российской армией. Юрий Максимовский приехал в Рязань из Курганской области, чтобы почтить память основателя войск. Юрий до 1965 года служил в Тульской дивизии, куда неоднократно приезжал командующий воздушно-десантными войсками Василий Маргелов. Его АН-2 свой был. Мы один раз сидели на аэродроме в Ягилево. Погоды не было. Смотрим, АН-2 спускается. Выходит дядя Вася. Что сидим? Погоды нет. Он говорит, ну а если война? По самолетам. И нас посадили, и под Калугу выкинули. И все в порядке. По улице города прошел небольшой автопарад на ретро-автомобилях «Виллис ГАЗ-69». К площади Маргелова приехали десантники, которые восстановили машину, участвовавшие в войне. Прокатиться на них под флагами ВДВ смогли жители города. На этом празднование не заканчивается. В этом году 100 лет со дня основания отмечает Рязанское училище ВДВ. За это время оно подготовило около 50 тысяч офицеров. Среди них Герои Советского Союза и Российской Федерации. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».